Тема лекции клостридиум ботулину. Ботулизм. Начнем с определения. Что же такое ботулизм? Ботулизм это нейропаралитическое состояние, причиной развития которого является нейротоксин и спор бактерии клостридиум ботулину. И первое, что стоит вынести из данной лекции, так это тот факт, что ботулизм это интоксикация, но не инфекция, так как именно токсин вызывает болезнь. Настоящим же бактериям трудно выживать в условиях организма. Скорость развития симптомов при ботулизме и их тяжесть зависит от количества поступившего токсина и сопротивляемости организма. В течение 24 часов развиваются расстройства желудочно-кишечного тракта, а также головная боль и нервно-паралитические нарушения, преимущественно бульбарные, то есть нарушение аккомодации, косоглазие, двоение в глазах, диплопия, парез мышц языка, затруднение глотания. Далее следует снижение силы всех мышц, вплоть до парезов, вследствие чего причиной смерти при ботулизме чаще является острая дыхательная недостаточность. Выздоровление при ботулизме длительное, но почти всегда без остаточных явлений. Что касается иммунитета, постинфекционный иммунитет отсутствует, несмотря на наличие гуморального ответа. Антигенная структура. По антигенным свойствам продуцируемого экзотексина выделяют 8 сероваров. Патогенными для человека считают 4 серовара. Это A, B, E, а также редко F. Поговорим о культуральных свойствах. Бактерии типа клостридиум ботулином являются строгими анаэробами, облигатными анаэробами. Они растут в жидких средах, например, китатороца, после удаления из них кислорода. Также растут на плотных средах, образуя маленькие неправильные формы колонии с гемолизом на кровяном агаре и круглые прозрачные колонии с разжижением на желатине. В зависимости от биохимических свойств выделяют протеолитические штаммы клостридиум ботулином и непротеолитические штаммы. Протеолитические штаммы гидролизуют белки, расщепляют сахара и образуют сероводород H2S. Непротеолитические штаммы расщепляют сахара, но не белок. Сероводород не образуют. Так, теперь пройдем по факторам патогенности. Определяющим фактором патогенности является сильнейший экзотоксин, ботулотоксин. Возбудитель клостридиум ботулином в организме человека практически не размножается. У патогенных для человека-сероваров токсин кодируется бактериальной хромосомой. Ботулотоксин продуцируется в виде протоксина в комплексе с белками, защищающими его от воздействия желудочного сока. Протеолиз протоксина с превращением в токсин у протеолитических штаммов происходит с помощью своих протеаз, а у непротеолитических протеазами кишечника. В результате протеолиза образуются H-цепь и L-цепь. H-цепь ответственна за прикрепление нейротоксина к рецепторам нейрона. L-цепь блокирует слияние синаптических пузырьков с мембраной нейрона. Ботулотоксин является термолобильным, то есть он полностью инактивируется при кипячении в течение 20 минут. Токсин ботулизма – это один из самых сильных ядов, известных людям. Он может серьезно повредить нервы и мышцы. Далее поговорим о характеристике бактерий клостридиум ботулина. Данные бактерии являются строгими, облигатными анаэробами. Это грамм положительные спорообразующие палочки длиной 4-8 микрометров, которые, как правило, можно обнаружить на растениях, почве, воде, желудочно-кишечном тракте животных. В препаратах данные бактерии располагаются либо поодиночке, либо цепочками. И на конце образуют круглые споры, которые придают данным клеткам вид теннисных ракеток. Они подвижны за счет перитрихий и капсулу не образуют. Стрессовыми факторами для клостридиум ботулина являются кислород, теплая температура комнатная 25-37 градусов, кислая PH, вследствие чего при воздействии этих стрессовых факторов бактерии клостридиум ботулину превращаются в споры. Образуют споры. И эти споры существуют в различных местах. Это почва, река, морская вода. Споры метаболически инертны и устойчивы ко многим воздействиям окружающей среды. Когда споры попадут в среду благоприятную для роста бактерий, эти споры вновь превратятся в бактерии. Среда обитания и способ передачи. Микроорганизмы и ботулинический токсин, ботулотоксин, попадают в организм при потреблении неправильно приготовленных и хранящихся консервов. Бактерии клостридиум ботулином относительно подвижны. Теперь поговорим о патогенезе ботулизма. И вначале скажем о том, что же происходит в норме при мышечном сокращении. Здесь я попыталась изобразить нервно-мышечный синтабс, нервное окончание. Здесь мы видим холинергический нейрон. То есть это нейрон, в котором накапливается медиатор ацетилхолин в визикулах. Который в последующем при развитии потенциала действия высвобождается в синаптическую щель. И это скелетная мышца, на которой имеются рецепторы к ацетилхолину. Холинергические рецепторы. Значит, ацетилхолин, высвобождаясь в синаптическую щель, связывается с рецепторами к ацетилхолину, холинергическими рецепторами на мембране скелетной мышцы. Что вызывает сокращение данной мышцы. Это происходит в норме. Ботулотоксин абсорбируется из кишечника и с током крови попадает в периферическую нервную систему, ПНС. Центральную нервную систему, ЦНС. Где блокирует выброс ацетилхолина. Из нервно-мышечного соединения вызывает тем самым паралич скелетных мышц. Ботулотоксин является протеазой, расщепляющей протеины, участвующей в выбросе ацетилхолина. Токсин представляет собой полипептид, кодированный в лизогенном фаге. Теперь подробнее поговорим о патогенезе. Что же происходит при действии ботулотоксина. Здесь опять же мы видим этот холинергический нейрон, скелетная мышца. И что здесь добавилось? Это снейр-белки, снейр-протеинс, которые необходимы для чего? Они позволяют визикулам с ацетилхолином сливаться с пресинаптической мембраной и высвобождать ацетилхолин. Что же происходит при действии ботулотоксина? Ботулотоксин связывается с пресинаптической мембраной нейрона. Путем эндоцитоза проникает в нейрон. И путем протеолиза расщепляет вот эти снейр-белки. Следовательно, ацетилхолин не может высвободиться в синаптическую щель, не может связаться с ацетилхолиновыми рецепторами, не может произойти мышечного сокращения. Что происходит? Вялый паралич. Далее. Под названием ботокс продается препарат экзотоксина А, применяемый для устранения морщины лица. Вообще, ботулотоксин имеет достаточно широкое применение в медицине. Он также используется для уменьшения хронической боли при мигрене, для уменьшения чрезмерного потоотделения, то есть при такой патологии, как гипергидроз, также ахолазия и фокальной дистонии. Лабораторная диагностика. Микроорганизм обычно не высевается. Диагноз ставится на основании присутствия токсинов в сыворотке пациента в стуле или в пище. Обнаружение токсинов основано либо на результатах сирологических тестов с использованием антитоксина, либо на результатах экспериментов по заражению и заболеванию мышей. Лечение. Применяют лошадиную антитоксическую сыворотку к типам А, В и Е. В качестве дополнительной терапии используют антибиотики. Физиотерапия состоит из проработки дыхания и двигательной активности. Профилактика. Профилактика только не специфическая, то есть необходимо строгое соблюдение санитарных правил обработки продуктов питания, так как ботулотоксин является термолобильным токсином, то в основном заражение происходит при употреблении в пищу плохо термически обработанных продуктов. Также перед употреблением необходимо мыть фрукты и овощи проточной водой. Принципиально важна тщательная стерилизация продуктов перед их консервированием или вакуумной упаковкой. В случае, если вы делаете закрутки, консервы дома, соблюдайте основные правила консервации и меры гигиены. Например, консервы должны подвергаться термостатному контролю. Их выдерживают при температуре 37 градусов по Цельсию в течение определенного времени, и при этом содержащиеся в них клостридия вызывают вздутие банок. Для соления рыбы нужно использовать крепкие солевые растворы с 10-12% раствором натрий-хлор. Из домашних консервов наиболее опасными считают грибные, поскольку грибы трудно промыть от частичек грунта. Как уже было сказано, пищу необходимо адекватно готовить, то есть подвергать термической обработке. Вздувшиеся консервы необходимо выбрасывать. Клостридиальные протеолитические ферменты образуют газ, который раздувает банку. Также важным этапом профилактики является тот факт, что необходимо избегать давать натуральный мед малышам до одного года. Необходимо мыть руки, поверхность, посуду после прикосновения к сырому мясу или рыбе. И как уже было многократно сказано в ходе лекции, токсин относительно термолабирин. При кипячении он инактивируется в течение нескольких минут, порядка 20. Таким образом, заболевание можно предупредить тщательной термической обработкой при приготовлении пищи. Споры, широко распространенные в почве, контаминируют овощи и другую еду. Если такие продукты подвергаются консервированию или вакуумной упаковке без достаточной стерилизации, споры выживают и прорастают в анаэробных условиях. К продуктам наиболее высокого риска относятся овощи щелочной диеты, такие как стручковая фасоль, перец и грибы, а также копченая рыба. В консервах продуцируется токсин, который попадает в организм человека при употреблении контаминированного продукта. Клиническая картина. Наблюдается нисходящая слабость и вялые параличи, включая диплопию, то есть двоение в глазах, дисфагию и слабость дыхательной мускулатуры. Различают две клинические формы. Это раневой ботулизм и ботулизм детского возраста. При раневом ботулизме споры контаминируют рану, прорастают и начинают местную продукцию токсина. Раневой ботулизм чаще всего сопровождает наркоманию, особенно при подкожном введении героина. Что касается детей, то микроорганизм растет и продуцирует токсин в кишечнике. Причина – употребление меда, содержащего микроорганизм. У заболевших детей развивается слабость и паралич, а также может потребоваться респираторная поддержка, но обычно наступает спонтанное выздоровление. Ботулизм детского возраста. Неодатальный ботулизм. Также у ребенка будет наблюдаться слабый крик. Выделяют пищевой ботулизм и ятрогенный ботулизм. Ботулизм детского возраста. Лечение. Применяют уменоглобулин против ботулизма человека. Это безопасное и эффективное лечение детского ботулизма типа А и Б. Также используют промывание ЖКТ и антимикробные препараты. Признаки и симптомы ботулизма. Выделяют следующие признаки и симптомы ботулизма. Ну это, во-первых, паралич лицевого нерва. Это диплопия, двоение в глазах. Это замедленная невнятная речь. Это сухость во рту и глотки. Рвота и тошнота. Ножа, это вомитин. То есть тошнота и рвота. Тахикардия. Сдутие живота. Слабость мышц и мочеполовые проблемы. Проблемы. Следующий вопрос, который мы рассмотрим. Лошади. Лошади это самые чувствительные к ботулизму из-за домашненных животных. И на данных изображениях мы можем видеть лошадь, которая больна ботулизмом. То есть пораженные лошади могут быть настолько слабы, что они могут встать. Они теряют контроль над языком, так что он висит изо рта. Они не могут есть, пускают слюни, так как не могут глотать. Им трудно ходить. Они могут ходить коротким шагом. Могут спотыкаться. Также их хвост теряет свою форму. И будет висеть. На этом все. Спасибо за внимание.